Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как отстоять свои трудовые права и положенные по закону выплаты? Как противостоять принуждению к увольнению по собственному желанию? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Светлана Лютикова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Светлана Игоревна. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, сегодня в настоящее время с какими жалобами чаще всего обращаются в инспекцию? Что-то меняется в содержании претензий или нет? Или все вот типично? Ну, вы знаете, содержание претензий, оно особенно сильно не меняется, потому что традиционно на первом месте, по-первых, удерживают жалобы, связанные с оплатой труда. Ну, там, конечно, разные нюансы есть. Кто-то, например, жалуется на то, что ему установили при приеме на работу зарплату меньше, чем обещали изначально. Кто-то жалуется на то, что черную, серую, некоторые даже желтой называют часть зарплаты, да, они выплачивают. А желтая-то что? Ну, вот не знаю, такая терминология у работников встречается, самим любопытно. Многие сейчас жалуются на то, что премии не выплачивают работодатели, ну и не предоставляют доплаты, которые должны бы предоставлять соответствие законам. Почему я спросила? Потому что мы, как известно, переживаем время экономического кризиса, и хотелось бы понять, вот это как-то отразилось все-таки на трудовых отношениях, отношениях работодателя с работниками? Ну, безусловно, это не могло не отразиться, и отразилось, по моему мнению, в самой печальной для работников форме, потому что начали расти задолженности по заработной плате у работодателей по отношению к работникам. Вот, например, нашумевшая ситуация последнего времени, которая у всех совершенно на слуху, это со строительством космодрома Восточный, в Амурской области, когда вскрылись вдруг, неожиданно, перед работниками огромные задолженности по заработной плате, миллионные. И сейчас, конечно, вот этому вопросу недопущения таких огромных задолженностей по зарплате и выплате зарплаты уделяется пристальное внимание везде, на уровне правительства Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости и Роструд тоже этому особое внимание уделяют. И вот в этой связи даже состоялось электронное совещание Роструда, не так давно, которое целиком было посвящено именно одному вопросу – состоянию по задолженности по заработной плате перед работниками. Вот если работодатель объясняет тем, что, ну, нет денег, сегодня кризис, у предприятия нет прибыли, нет денег, поэтому мы не выплачиваем, все-таки в отношении этих работодателей применяются какие-то штрафные санкции, наказания, еще что-то? Обязательно. Вы понимаете, работодатели, если мы сейчас говорим об организациях коммерческих, а то же строительство на космодроме Восточный, там огромный перечень организаций, которые задействованы в этом строительстве, это все организации коммерческие, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Если обратиться к Гражданскому кодексу, что такое предпринимательская деятельность? Это деятельность, осуществляемая самостоятельно на свой риск. Направленная на что? На систематическое извлечение прибыли. Ну, прибыль от чего? От оказания услуг, выполнения работ, продажи товаров. То есть, осуществляемый самостоятельно и на свой риск. Это главное в этом определении. И потом откройте устав любой коммерческой организации, вы там тоже сразу увидите цель деятельности, прямо на первой странице, выделена жирным шрифтом. Цель деятельности общества – это извлечение прибыли. И мне доводилось слышать такую статистику, что, например, в Европе рентабельным, прибыльным считается предприятие, которое в течение первых 15 лет своей деятельности вышло где-то на прибыль 12%. Можно задать себе вопрос и на него ответить. Кто-нибудь в России начнет заниматься бизнесом, исходя из такой рентабельности – 12% в течение 15 лет? Конечно, нет. Поэтому разговоры работодателей о том, что тяжелые времена, кризис, они, конечно, состоятельными быть признаны не могут. И кодекс не знает ни одного основания, которое бы освобождало работодателя от обязанности своевременно платить. А может ли работодатель на законном основании просто понизить заработную плату? Или еще как-то уменьшить выплаты на законном основании? Вы понимаете, на законном основании, если в соответствии с законом, то оплата труда – это одно из условий, определяемых трудовым договором. И для того, чтобы изменить это определенные сторонами при подписании условий, нужно заключить дополнительные соглашения. Работник может согласиться работать в таких условиях, а может и не согласиться. Это за два месяца? Конечно, об этом нужно предупредить за два месяца, чтобы работник обдумал эту ситуацию и осознал, что ему проще сейчас согласиться, допустим, на какое-то понижение в оплате труда, но продолжать работать, иметь пусть меньше, но стабильный заработок. Или попрощаться с этим работодателем и идти искать удачу и большую зарплату где-то. Но здесь тоже нужно иметь в виду такое обстоятельство, что если во всей стране кризис, то кто-то много вам вряд ли предложит. Вот буквально жалоба последних дней, когда жена, это уже, я понимаю, крик души написала в интересах мужа, что вот его долго-долго-долго уговаривали перейти в какую-то организацию, положили ему там оплату труда 100 тысяч. Но это хорошие деньги. Допустим, он очень квалифицированный специалист. Ну так эти 100 тысяч не выплатили ни разу за весь период его работы. Так что если вдруг вас искушают какими-то такими вот фантастическими заработками, а тут вот перспективы немножко потерять, нужно много раз подумать. Потому что кризис, волшебное такое слово. К нам уже поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время, если у вас есть проблемы по выплатам заработной платы или любые другие нарушения трудового кодекса. Дмитрий Николаевич интересуется, сколько сегодня в месяц по закону работодатель должен выплачивать зарплату? Вот недавно совсем говорили, что два раза, да? И это как бы контролировалось, да. Я думала, вопрос о размере оплаты. Ну, конечно, эта выплата должна быть два раза в месяц. Причем не просто вот два раза в месяц работодатель произвольно какие-то две даты назначает. Мне нравится третье число и двадцать седьмое. Вот я буду платить работникам третьего и двадцать седьмого. А должна быть еще соблюдена периодичность. То есть полмесяца. Пятнадцать дней прошло, отдайте. Пятнадцать дней прошло, отдайте еще раз. А вот в это время, когда еще даже полностью, может, зарплату не выплачивают и вообще не выплачивают, уместно ли говорить об этом? Или вот закон есть закон, и нужно это тоже контролировать? Закон есть закон. То есть, когда вы начинаете деятельность в соответствии с законом, вы заведомо знаете, в каких условиях вам предстоит вашу деятельность осуществлять. Кстати сказать, вот сейчас, если любой человек в трудовом праве не особо сильно подкованный, допустим, в интернет зайдет, в поисковик вобьет, новое в трудовом законодательстве. Так вот, как ни странно, ему откроются ссылки, которые его направят не на трудовое законодательство, а на административное. Потому что это с этого года, с первого января, почему-то ассоциируется с самым большим новшеством именно в трудовом законодательстве. А именно ужесточение санкций кодексом административных правонарушений за нарушение трудового законодательства, это статья 5.27, и даже появилась специальная статья, новые совершенные составы 5.27.1, за нарушение законодательства об охране труда, государственных нормативных требований охраны труда. И там санкции совсем неприятные для работодателей. Они тоже повысились, да, с этого года? Ну, во-первых, они просто введены заново, чего не было в прошлом году. Вот, но это требование законов. Знаете, вот известному американскому гангстеру 20 века Аль Капоне ему приписывают замечательную фразу, что добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Вот, справедливое замечание. Поэтому сейчас работодатели вынуждены одновременно приспосабливаться, выживать в условиях кризиса и в условиях новых санкций, которые к ним применяются. Следующее сообщение. Я работаю в 15-й поликлинике. Есть постановление. Медсестра, работая в школе, должна обслуживать 500 детей. На данный момент мы обслуживаем на ставку 600 детей. Поясните, пожалуйста, законно ли это и правильно ли это? Ну, вот я сразу должна извиниться перед телезрительницей. Просто медицина – это та сфера, надзор за которую он имеет свои особенности. И там масса своих постановлений, действующих именно отраслевых, которых я в силу того, что медицина не курирую, не знаю, боюсь сейчас вас ввести в заблуждение. Но вы можете обратиться в госинспекцию труда, у нас работает телефон горячей линии, или можете даже в порядке не подачи жалобы, а просто консультирования обратиться на электронную почту. И вам это разъяснение в установленный законном срок дадут. Какие должны быть именно нормы по количеству детей, которые вы должны охватывать. А вот сегодня работодатели, они тоже идут на какие-то такие уловки, чтобы не платить своевременно зарплату. Чтобы нам знать, какие это могут быть уловки. Ну, какие уловки. Вас, например, работодатель может попросить, напиши, пожалуйста, заявление, что ты согласна один раз в месяц зарплату получать. О, вот это, да? Ну, вот я не могу сейчас, мне тяжело, вот мне деньги только тогда придут, пожалуйста. И работники с удовольствием... И если вы соглашаетесь? И если вы соглашаетесь, то работодатель нарушает закон и будет подлежать административной ответственности за это. Если вы проверите, если вот инспекция придет... Ну, если мы проверим, или если вы вот один месяц получите, один раз зарплату, другой раз, а вы уже привыкли к тому, что вам два раза отдают, и каждые 15 дней скажете, а что это он меня как? Напишите нам жалобу, мы проверим и накажем. То есть заявления работников, хоть бы они даже с золотым пером Паркер написаны, они не являются основанием, по которому работодатель может взять и начать платить вам зарплату раз в месяц. Тогда рождается законный вопрос, а почему не раз в три месяца? Ну, я согласна, я потерплю, давайте раз в квартал будем мне отдавать. А вот если относительно премиальных выплат, раньше были премии всегда, вот с какой-то периодичностью выплачивались. Сейчас время кризиса, и работодатель говорит, вот зарплату плачу, премию нет. Вот с этим стоит соглашаться или нет? Как в такой ситуации быть? Ну, понимаете, по премиям всегда тема болезненная, потому что одна сторона трудовых отношений, работники считают, что им всегда положена премия, а работодатель, наоборот, всегда ищет основания для того, чтобы эту премию или не платить вовсе, или платить прямо минимально-минимально. Здесь, на самом деле, однозначно ответить на ваш вопрос трудно, нужно в каждом случае смотреть документы. Но это может сделать и сам работник, придет домой, откроет свой трудовой договор. А мы знаем, что трудовой договор у работника должен быть. И вот что там написано. Если в трудовом договоре написано, что работника устанавливается, допустим, повременно-премиальная оплата труда или сдельно-премиальная, вот именно в такой формулировке, то в этом случае, конечно, можно признать премию составной частью заработной платы, вот ее неотъемлемым элементом. И тогда работодатель эту премию обязан выплачивать. Другое дело, что даже и в этом случае работодатели умудряются оговаривать не конкретный процент или сумму этой премии, а устанавливаются какие-то пределы, вилку какую-то. То есть можно получить 1% премирования, а можно 30%. Если же в вашем трудовом договоре просто установлен оклад или тарифная ставка, то здесь уже все зависит от того, что написано в коллективном договоре, если он у вас есть, или в положении об оплате труда. Но как правило, ну это с 90% достоверностью, в локальном акте работодателя будет написано, что премия выплачивается при наличии финансово-экономической возможности. А кто может оценивать эти финансово-экономические возможности? Только, собственно, работодатель. Понятно, уже как-то круг замкнулся. Следующий вопрос. На каком сроке беременности женщина должна уходить в декрет, работая во вредных условиях в химической лаборатории? Ну, по поводу того, на каком сроке беременности женщина положен этот больничный, это уже определяет не госинспекция труда, это определяет врач, лечащий. Условия труда нет. Условия труда нет, они связаны. Если женщина работает в таких условиях труда, во вредных, то работодатель обязан ей предоставить так называемый легкий труд, то есть ту работу, которая будет исключать воздействие вот этих вот вредных производственных факторов. Если у работодателя такой работы нет, то женщина просто отстраняется от работы, пока ей не представили, но с сохранением своего среднего заработка по прежнему, по своему основному месту работы. А уж в декретный отпуск, наверное, вы пойдете на тех основаниях, которые вот положены по закону 70 дней до родов, 70 дней после родов. Если будет необходимость полечиться, воспользоваться больничными, но это уже, конечно, вопрос и не госинспекции. Понятно. И в связи, опять же, возвращаясь к кризису, увеличилось ли количество обращений в инспекцию в связи с тем, что в связи с кризисом, опять же, работника увольняют. Вот под таким предлогом. Сейчас кризис, нам столько работников не нужно, у нас не такой теперь объем работы, мы вас увольняем. Есть такое? Много таких обращений, но, опять же, они не говорят прямо о самом факте увольнения. То есть работодатель, он не идет путем, который определен законом. Предусмотрен же Трудовым кодексом процедуры в освобождении работников. Сокращение численности или штата. Допустим, у вас в штате 5 монтажников, вам 5 не нужно, вы одного намерены оставить. Это будет сокращением численности. Если вам монтажники вообще стали не нужны, а вы можете обойтись силами генерального директора, финансового директора, секретаря и бухгалтера, то вы сокращаете штат в этом случае. Но таким путем работодатели идут крайне неохотно. Почему? Потому что это, во-первых, сопряжено с соблюдением определенной процедуры, в которой тоже нельзя допустить никаких проколов, чтобы потом не быть наказанным органом надзора. А во-вторых, я подозреваю, что главное именно это. Это сопряжено с обязанностью производить выплаты выходного пособия при увольнении работников. Причем выходное пособие на один месяц на период трудоустройства, на другой месяц на период трудоустройства. Поэтому работодатели всеми правдами и неправдами, к сожалению, стремятся избежать ситуации, в которой они должны увольнять работников. Здесь запускаются другие механизмы совершенно. Принуждаются работники просто к увольнению по собственному желанию. А что делать? Вот что, посоветуйте, вызывает руководитель и говорит, пишите заявление по собственному желанию. Не объясняю, ну как-то вот он знает, какие у него там объективные причины для этого, а вас он просто ставит перед таким выбором. Пишите. Это очень непростой выбор, особенно с учетом того, что вот такие недобросовестные действия работодателя работники не могут обжаловать никуда, кроме как в суд. То есть это... То есть даже к вам не надо ходить? Нет. Ну, прийти-то к нам можно, чтобы просто вот выслушать еще раз нашу консультацию, вот, и обозначить для себя порядок действий. Но, тем не менее, есть постановление Пленума Верховного Суда, которое совершенно однозначно говорит, что в случае, если заявляется о принуждении к увольнению по собственному желанию, то это подлежит доказыванию в судебном порядке, и работники должны учитывать, что в этом случае обязанность по доказыванию, время доказывания, оно будет лежать на сторонах процесса. А если не было никаких свидетелей? Вот вы вот этот ответ сидите в кабинете. Вам недостаточно будет, да, прийти просто в суд и заявить. Вы знаете, меня принуждают. Нужно будет предъявить доказательства. Нам пишут письма работники, прикладывают диски, то есть они ведут все равно борьбу за свои права, как могут осуществляют, аудиозапись ведут, видеозапись. Диктофон можно включить незаметно. Но здесь, опять же, это все будет на усмотрение суда. Будут ли признаны вот эти вот доказательства, представленные вами, относимыми, допустимыми и достоверными. Это уже все на усмотрение суда. Хотя я некоторое время назад интересовалась этим вопросом и даже смотрела судебную практику, потому что предполагается, что тот человек, которого вы записываете, голос или видеозапражение, он должен быть как минимум извещен о том, что все это происходит. Тем не менее, есть судебная практика такая, что когда вот работники обосновывают, что такая запись была проведена без извещения работодателя не потому, что на него компромат собирался, а потому что это способ отстаивания собственных прав. То есть я должен был как-то вам доказать, что меня принуждают. Этот аргумент был принят судом. Вот это тоже нужно знать. Ну понятно, что если предупредить руководителя, что то, что вы сейчас скажете, я запишу на диктофон, то руководитель скажет, идите работайте, и мы вам еще зарплату повысим. Тоже своего рода отстаивание своих прав. Но работник имеет право отстаивать свои права всеми незапрещенными законным способом, но, к сожалению, зачастую работники забывают, что надзорный орган, госинспекция труда в частности, это не единственный способ, которым они могут прибегнуть в защите своих трудовых прав. Это и обращение в профсоюзы может быть, это может быть обращение и в комиссию по трудовым спорам, которые у работодателя, может быть сформировано, и это обращение в суд, в конце концов. Следующий вопрос от Александра. Я работаю в МРСК Волге, смена сутки на трое, да, три человека в смене, и так мы работаем в течение года. Во время отпуска подмены у нас нет, и мы дежурим сутки через двое. Причем в этом случае у нас нет недоплат, и отголов нам тоже не дают. Нарушение это, и сможете ли вы помочь? Вы напишите к нам обращение по этому поводу. Сейчас невозможно категорически вам ответить ни да, ни нет, потому что как минимум нужно посмотреть документы работодателя и установить, какой режим работы определен. Если это работа в условиях сменности, графиков сменности, то введен, безусловно, суммированный учет рабочего времени. Нужно смотреть, какой вам установлен учетный период. И по окончании только лишь учетного периода работодателям определяется, была ли переработка, в каком количестве, и, соответственно, оплата этой переработки. Потому что можно договориться между сменщиками. Если вы сомневаетесь, что вам что-то недоплачивает работодатель, обратитесь. Но, в принципе, названная организация особыми нарушениями, по крайней мере, из того, что нам поступает, не отличается. Но если есть какие-то сомнения, пожалуйста, обращайтесь. А вообще вот эти вопросы, когда кто-то из коллег уходит в отпуск, а другой его заменяет, как они по закону разумно должны решаться? По закону, в принципе, доплачивается вот эта доплата дополнительная? Да, но эта доплата, она опять же устанавливается по соглашению сторон. Как работодатель, тот работник, на котором возлагается выполнение, это дополнительные работы, совмещение, допустим, должностей, профессий. То есть он в течение рабочего дня смены, наряду со своей основной работой, делает еще работу дополнительную. Вот это как раз все определяется соглашением сторон. И заранее все это нужно официально? Это письменно оформляется. И в любом случае работник в любой момент имеет право отказаться от этого совмещения, тоже уведомив работу дателя. И хочется сразу сказать, что кодексом не определены какие-то конкретные размеры. Допустим, там двойная оплата, или коэффициент 0,5 применяется, или 30% устанавливается. Все будет зависеть от того, как вы договоритесь с работой датчиком. Галина Ивановна сообщает, что ее сына уволили, и сказали, чтобы он написал заявление по собственному желанию, а у него двое маленьких детей, один ребенок 8 лет инвалид, жена у него не работает. Имеет ли право они так с ним поступить? Принуждать к увольнению по собственному желанию и не имеют права никого. То есть это однозначно действие работы дателя вне правового поля. Как поступать работнику в этой ситуации? Если он не хочет увольняться по собственному желанию, значит, он просто не должен писать этого заявления. И продолжать выполнять свое... А его уже уволили. Так вы смотрите из вопроса. То ли его уволили, то ли только еще заставляют написать заявление. Сына уволили, сказали, чтобы он написал. То есть он написал, а его уволили. Ну, значит, только через суд. Теперь в суд обращаться. Теперь уже исключительно туда. Светлана, существует ли ограничение возрасте для работающего пенсионера, на основании которого ему могут предложить уволиться? Нет. Если этот пенсионер какими-то специальными федеральными законами, как, например, государственной гражданской службы, не установлен предельный допустимый возраст, то ради бога пенсионер может продолжать свою деятельность столько, сколько вот он желает, и пока у него есть силы. И опять я так понимаю, что весь вопрос ситуации сводится к тому, что предлагают уволиться. Вот. Еще опять же, то, что касается пенсионеров, то не исключен вариант, что пенсионер работает на основании срочного трудового договора уже. Это законно, это допустимо, и часто используется работодателями. Но здесь тогда уже просто, скорее всего, по окончании срока этого трудового договора не будет перезаключен. Понятно. Скажите, пожалуйста, сможет ли специалист трудовой инспекции вмешаться в ситуацию, когда работнику только предложили написать заявление, сказали, так, вот мы тебе предлагаем написать заявление по собственному желанию. Но он еще не написал, обратился к вам, и сможете ли вы вот на законных основаниях вмешаться и как-то вот разрулить? Если он нас услышит и внемлет, и поймет, что не нужно писать этого заявления, и попробует продолжить работать вот в тех условиях, которые ему наверняка создаст работодатель, то значит он продолжит свою деятельность. Если же нет, я повторюсь еще раз, в эту ситуацию мы уже никак не вмешаемся. Нам для того, чтобы вмешаться и принять меры какие-то инспекторского реагирования, нужно событие, то есть когда оно окончено, и права работника уже каким-то образом очевидно нарушены, или даже не очевидно, но все равно факт состоялся. Еще работники в этой ситуации должны учитывать, что восстановление на работе – это не компетенция инспекции, это как раз то, что относится к исключительной компетенции суда, вне зависимости от основания увольнения. Даже если вы уволились по собственному желанию, но хотите теперь восстановиться на работе, вам все равно нужно в суд обращаться. Наталья, при трудоустройстве забрали с НИЛС для копии, с тех пор мне только обещали его вернуть, но все безрезультатно. После увольнения на мои просьбы вернусь в документ, получаю отказ. Вот это как? Ну как? А им зачем? Ну, это тот вопрос, на который на самом деле невозможно ответить. Почему работодатель таким образом поступает? Вот, обязаны, конечно, вы были бы только предъявить его при поступлении на работу, и чтобы работодатель в личном деле имел копию этого удостоверения. Ну, напишите письмо работодателю, потребуется вернуть вам. Либо тогда придется, если этот процесс затянется, и работодатель, допустим, не идет в контакт, уже рассматривается вопрос о том, как вам его восстановить, или дубликат, что в этом случае вам выдастся, замену утраченного. Понятно. И опять же, вот в условиях экономического кризиса может ли работодатель лишить работника премии в качестве наказания, в результате наказания? Вот там что-то провинился, ну как провинился, нарушил, и работодатель говорит, премии в этом месяце не будет, или за полугодие, или еще что. Если это применяется как дисциплинарное взыскание по отношению к работнику, то это однозначно незаконно. Это незаконно, потому что кодексом четко определены те виды дисциплинарных взысканий, которые можно применить к работнику, можно замечание объявить, выговор объявить или уволить, наконец, по соответствующим основаниям. Если же работодатель издает приказ о том, что вот ты совершил такой-то дисциплинарный проступок, допустим, опоздал на 15 минут, и за это приказываю лишить такого-то премии, то этот приказ издан незаконно, и в случае, если инспекция в ходе надзора выявит, то этот приказ будет подлежать отмене. Если же работодатель в принципе не нарушает порядок применения дисциплинарного взыскания, а за совершенный проступок, допустим, замечание или выговор объявляет работника, а следующим приказом, что уже в связи с тем, что работник имеет дисциплинарное взыскание, приказываю не начислять премию, то это уже за пределы закона не выходит. И потом работники часто используют вот эту некорректную совершенно формулировку «лишить премии». Но даже по смыслу лишить можно чего-то того, что вам уже дали. В случае премирования речь, конечно, идет просто о ее неначислении. Потому что не бывает же такого, что вам заплатили за месяц премию, а потом взяли ее и удержали. А если такие чудеса происходят, то в этом случае, конечно, это основание для обращения в инспекцию и для наказания работодателя. Следующий вопрос. Я постоянно болею и уже полгода нахожусь на больничном. Имеют ли право меня уволить? Вот в такой ситуации. Уволить вас работодатель, поэтому только основанию не может. То есть, если предоставляются больничные, вот все официально, то не оплачен полностью лист, нет родоспособности. После моего увольнения я была на больничном в пределах 30 дней после увольнения. Это норма о том, что в течение месяца после увольнения работника, если он заболевает, то работодатель обязан ему эту нетрудоспособность оплатить. Если вы предъявили в установленном законном порядке работодателю подлинник вот этого листа нетрудоспособности, то он, конечно, обязан произвести выплату. Если этой выплаты не произошло, обращайтесь, пожалуйста, если только вы, конечно, уложились. А какой-то срок давности есть для обращения в инспекцию, вы имеете в виду, по вопросу, что не выплатили, или к работодателю? К работодателю. Вот может быть, в принципе, срок предъявления листа нетрудоспособности составляет полгода. А, 6 месяцев. 6 месяцев, да, не обязательно после 30 дней, 2 дня прошло. Нас работодатели отправляют за свой счет в отпуск. Это правильно? За свой счет, вот ситуация такая, за свой счет в отпуск. Это неправильно категорически, но работодатель вот таким образом, нехитрым, он, конечно, оптимизирует свою деятельность в условиях кризиса. Это не первый случай, и, к сожалению, я подозреваю, что я не последний. А что делать? Что делать? Просто не писать заявление о предоставлении вам отпуска без сохранения заработной платы. Я приведу такой пример, что мной была проведена проверка в одной организации по обращению работника. И вот в ходе этой проверки установлено, что все работники организации, начиная от генерального директора и оканчивая секретарем приемный, главный инженер, все-все-все-все-все, на период, первый период 91 день составил, следующий период там какое-то меньшее количество дней, ушли дружно в отпуск без сохранения заработной платы. Но ведь для того, чтобы идти в отпуск без сохранения заработной платы, работник должен предъявить работодателю какую-то уважительную причину. И вот та ситуация, когда весь численный состав организации уходит в отпуск по семейным обстоятельствам, мы ее оценили критически. Мы выдали работодателю предписание об оплате времени простоя работникам, потому что в 22 статье Трудового кодекса определена обязанность работодателя предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором. Но вот это предписание, оно по настоящее время не исполнено, поскольку эта организация, она наши действия обжалует в суде. К сожалению, пока еще рассмотрение не состоялось, и я не могу сказать, чью сторону примет суд, нашу или работников. Но получается, что мы даже больше, чем работники, заинтересованы в этой ситуации. Значит, вывод такой, чтобы отстаивать свои интересы. Спасибо вам большое за подробное разъяснение, спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего, до свидания.